не ошибись dying light 2 извлекает выгоду из обещания продолжения стать больше есть несколько фракций с которыми нужно бороться и у этих фракций есть множество решений которые ты должен принять паркур и боевые действия также расширяются и все же такое расширение не всегда является строго положительным моментом в то время как в игре многое происходит ее части не все соединяются так аккуратно как следовало бы по своей сути смесь паркура и выживание зомби все еще привлекательно но в то же время dying light 2 откусывает больше чем может проживать первым умирающем свете часы работы невероятно напряженные когда ты используешь оружие ближнего боя против орд зомби поскольку твои возможности настолько ограничены ты вынужден больше полагаться на свою способность быстро бегать прыгать и убегать от опасности они сражаться в лоб однако как только оружие становится распространенным а боеприпасы легко достать общий уровень угрозы снижается до такой степени что значительно ухудшает игру умирающий свет 2 изо всех сил старается решить эту проблему хотя оружие дальнего боя по-прежнему является частью боя и вы можете научить своего персонажа владеть им более умело они чувствуют себя сильно недооцененными а игра вместо этого предпочитает делать схватки в ближнем бою более динамичными если ты блокируешь в нужное время ты оглушаешь врага и создаешь брешь затем ты можешь перепрыгнуть через оглушенного врага и нанести мощный удар в воздух другому противнику это одна из нескольких превосходных атак которые сочетают паркур с боем таким образом который неизменно приятен и уникален для стилей dying light некоторые силовые атаки нельзя блокировать и от них нужно уклоняться так что ты должен внимательно читать атаки своих противников и знать когда нужно использовать яркие контратаки главное изменение в оружии заключается в том что его нельзя отремонтировать что поначалу раздражает поскольку это такой важный компонент первой игры хотя это решение имеет полный смысл вместо того чтобы полагаться на какое-то одно оружие игроки вынуждены регулярно менять свой арсенал тщательно грабить и посещать лавочников это также побуждает игроков модифицировать оружие которое может повысить долговечность говоря о модах различные атрибуты которые они предоставляют могут быть полезны например удар по электрическому моду не только наносит больше урона но и обездвиживает врага предоставляя дополнительные возможности для нанесения ударов бой прост но в то же время ужасно приятен визуальные эффекты и звук сочетаются таким образом что ты чувствуешь себя по-настоящему сильным отсечение головы или подбрасывание врага в воздух действительно обладают убедительным весом и жестокостью а это именно то чего вы хотите учитывая мрачную постапокалиптическую обстановку хотя бой не лишён своих прелестей там также недостаточно фундаментальности чтобы решительно поддержать всю игру самая большая проблема в том что встречи не так уж сильно меняются на протяжении всего это повторение критика которая применима как врагам людям так и к зомби в результате получив базовое представление о вещах твоей тактике не нужно постоянно развиваться каким-либо значительным образом несколько раз сражаясь с бандитскими группами ты в значительной степени подготовишься ко всему что должно произойти хотя есть стимул грамотно блокировать уклоняться и так далее есть также множество случаев когда по сути взлом без особых раздумий выполняет свою работу бои с боссами тоже не сильно отличаются от обычных врагов у них прибавилось здоровье и несколько уникальных атак но стратегия их уничтожения аналогично паркур определенно работает лучше и умудряется быть лучшим аспектом игры от начала до конца в отличие от первого dying light игроки должны уделять пристальное внимание выносливости когда они поднимаются и прыгают поначалу игра возможно немного ограничивает выносливость так как у тебя так мало возможностей для использования к счастью со временем проблема становится намного лучше и то как игра использует выносливость в конечном счете работает в ее пользу это заставляет тебя более тщательно прокладывать путь от одной точки к другой когда ты опасно взбираешься на высокие сооружения управление выносливостью также приводит к захватывающим моментам когда ты едва добираешься до намеченного места назначения вызывая огромное облегчение разнообразие добавляют такие сооружения как ветряные мельницы на которые ты взбираешься и восстанавливаешь создавая дополнительные безопасные места по всей карте чтобы вернуть их тебе нужно взобраться на вершину но это не слишком простой процесс вместо этого каждая ветряная мельница это маленькая головоломка в которой тебе нужно точно выяснить как достичь вершины правильно рассчитывая прыжки и управляя выносливостью на этом пути ветряные мельницы сами по себе не так уж важны но это всего лишь один из способов с помощью которого dying light 2 меняет ситуацию когда дело доходит до перехода из пункта а в пункт b полеты на проплане совершенно новые для dying light 2 и это отличное дополнение способность скользить на большие расстояния или просто на следующую крышу удобно но не слишком так как скольжение также требует выносливости полеты на проплане естественным образом сочетаются с другими инструментами такими как крюк для захвата который позволяет вам перемещаться с одного места на другое кроме того схватка не совсем нелепа как в оригинальном умирающем свете где вы можете использовать крюк чтобы обойти препятствие есть сильный стимул повышать уровень чтобы приобрести новые боевые навыки и в частности навыки паркура способность сводить на нет урон от падения с помощью броска или бега по вертикальным стенам это навыки которые оказывают большое влияние на передвижение dying light 2 отличается от множества других игр с открытым миром так как большая часть радости исходит не только от самих квестов но и от сложного процесса путешествия по огромной карте где dying light 2 определенно бросает мяч так это в его повествование и в том как он рассказывает об этом повествовании игра имеет большое значение для многих предлагаемых решений но они не кажутся такими уж важными одним из положительных аспектов принятия решений является то что в зависимости от того какой стране вы передадите ключевые структуры вы получите эксклюзивные награды такие как инструменты облегчающие путешествие я ценю что есть осязаемые вещи которых можно ожидать помимо простых сюжетных разветвлений но в остальном повествование полный беспорядок в нашем прохождении мы несколько раз выступали против миротворцев только для того чтобы позже тесно сотрудничать с ними мы могли свободно входить и выходить с их базы как будто ничего не случилось умирающий свет 2 утверждает что его выбор имеет тяжелые последствия но он не демонстрирует эти утверждения убедительным образом история отчаянно нуждается в фокусе ясно что игра действительно хочет иметь детализированный мир с детализированными персонажами но она пытается достичь этих целей самыми неуклюжими способами бывают моменты когда кажется что ты можешь потратить больше времени на изнурительные диалоговые деревья в квесте чем на самом деле на выполнение требуемых задач конечно тебе не нужно исчерпывать деревья диалогов чтобы двигаться вперед но даже с учетом этого dying light 2 не представляет себя эффективно возможно было бы более терпимо если бы постоянные разговоры не велись таким несвежим образом ты заперт в том чтобы смотреть на персонажей прямо когда они бродят розарио доусон которая играет персонажи лоуэна действительно заслуживает особого внимания ее выступление неизменно безупречно и более эмоционально убедительно чем у многих других это просто позор что с ней так неловко обращаются в этой истории dying light 2 чувствует что пытается слишком сильно жонглировать в результате чего многое кажется недоваренным игра тратит значительное время на развитие стольких персонажей только для того чтобы концу они чувствовали себя довольно несущественными когда случаются важные моменты они едва регистрируются так как игра пытается установить слишком много других вещей одновременно он хочет чтобы все были одинаково интересными и чтобы каждая история была одинаково ценной и следовательно все это как бы отменяется dying light 2 приятная игра на выживание в зомби но не более того трудно привязаться к миру на каком-либо более глубоком уровне потому что он слишком переполнен чтобы что-то одно могло сильно резонировать и он действительно действительно хочет чтобы тебе было не все равно так как он тратит так много времени пытаясь вызвать эти чувства это хорошая а иногда и отличная игра утопающая в изобилии амбиций которые никогда не реализуются полностью итоговый балл 7 из 10 все наши обзоры стали возможными благодаря таким же щедрым зрителям как и ты зацени patreon.com слэш и сиалайз чтобы поддерживать спокойных союзников и получать доступ к эксклюзивным шоу таким как трэш-бэйбис где мы передаем контроллер погружение в мусорный контейнер через игры с низким рейтингом